Ну что, друзья, снаряды в Агнерам для одежения встречай. А знаете, что самое смешное, что если я дом-двашница смогла их вымутить, то наше Министерство обороны тоже явно способно их найти и дать в необходимом количестве. Сказать мне тут толком больше нечего. Просто работаем и призываю других ребят по возможности вымучивать и делиться. Иначе мы все просрём. А сила по любому вправде. Короче, ребят, в то видео у меня не уместилось все, что хотел сказать. Еще, кто может помочь купить мешки для трупов, они очень необходимы. Я хер знаю, где их брать, правда. Я сейчас дороги не успею. Помогите, пожалуйста, купите от себя мешки, кто может. Они очень нужны. В Донецке это дефицит страшный. Еще момент. Кто может помочь одеждой и едой? Еда исключительно в банках, закрытых упаковках, чтобы там ни в коем случае никто ничего не подлил. Сами все понимаете. И думаю, знаете, в каком виде можно еду передавать. В общем, помогайте. Давайте сделаем сейчас ударную помощь для пацанов, кто в госпиталях. Потому что их много, действительно много. И помощь им очень сейчас нужна. Кроме тыла им больше не на кого надеяться. Ну, по факту. Максимально тревожная новость. Тревожно. Особо тревожно. Тревожно. Но реально тревожно. Так вот, что произошло в этот момент в районе Августевки? Россия решила, что раз ничего не получается с штурмовыми группами, с этой вот войной на истощение, где-то накопили резервы. Вместо того, чтобы подбрасывать их на Запорожский фронт, где их снабжать все равно нечем, они как раз в Донецке, где склады под боком, собрали ударный кулак и ударили. Ой, наступление, прямо вот штурм Зиеловских высот. Понимаете, вот мой покойный, очень хороший друг Бранк Арсеньевич, герой Югославского сопротивления Второй мировой войны, участник восстания в Сербии в 41-м году, там, заключенный на итальянском концлагере, потом в Титовском концлагере сидел. В общем, человек совершенно легендарной судьбы. Он мне рассказывал, как он попал на Советско-Германский фронт в 44-м году в Яско-Кишиневскую операцию. И как раз они шли во втором эшелоне, и он видел это поле, поле, где сплошь было все покрыто, с сожженными, взорванными нашими танками, с оторванными башнями, подбитые. И вот это чудовищное совершенно зрелище, которое на любого другого произвело впечатление страшное, оно, говорит, на меня произвело впечатление совсем другое. Я понял, что СССР обязательно выиграет эту войну, потому что выиграть битву, понеся такие потери, может только страна, которая выиграет войну точно. Ну и так оно и вышло. И вот, видимо, наши генералы всю оставшуюся жизнь до Украинской войны предпочитали готовиться по учебникам Великой Отечественной, мечтали повторить. Ну, лозунг же, деды, воевали, можем повторить, вот решили повторить. Им надоела эта война современная, которую они проигрывают безнадежно. Они не умеют в батальону тактические группы, потому что там командуют не генералы, а, простите, какие-то комбаты, а то и вообще лейтенант. Это что такое? Нарушение субординации. Я генерал, кулаком вперед. И вот они пошли. Мало им было у Галидара, бросились теперь на Авдеевку. И, естественно, потери чудовищные. Атаки провалились. Первоначально разгоняли в соцсетях прям такие сообщения, что прорвались, что идем, что наши наступают, что захватили Бердыши и захватили Орливку, то есть взяли в окружение эту самую Авдеевку, потом нет, Орливку не захватили, нет, и Бердыши не захватили, но продвинулись, ведут бой на окраинах. Ой, нет, они не на окраинах, а всего-то на 100 метров в серую зону углубились. То есть, в общем, короче говоря, друзья мои, это был цирк с конями, но только от этих коней остались рожки да ножки. По данным Асинт-аналитика Андрея Перпитуа, которые цитируются и проектом Асинтехникал, Россия потеряла 81 единицу техники, в том числе 13 артиллерийских орудий, 15 танков, 33 БМП и БТР, 6 грузовиков и 14 легковых машин и фургонов. Это был разгром, который даже превосходит разгром под Углидаром. Военные говорят, что это крупнейшее за последний год разовое поражение России в тактических боях. При этом стороны, ну как бы сказать, они столкнулись в лобовую, потому что Россия поперла буквально вот, ну как орки под Изенгардом, что называется, да? Это вот если брать сравнение, которые на памяти визуализированы фильмами и так далее, ну пусть мифологические. Так вот здесь почти то же самое. Орки поперли под Изенгард и получили по рогам. Причем на самом деле самое интересное, что это тактическая операция, что даже в случае захвата или окружения Авдиевки ничего бы не произошло, потому что она и сама по себе представляет глубоко вклинившийся в русское расположение выступ, занимающий очень выгодные позиции на возвышенности. Там сама это населенный пункт, то, что от него осталось, там давно одна щебенка и развалина, но крайне укрепленная, на возвышенности стоит. Ну захватили бы они его, ну сравняли бы, срезали бы выступ. Дальше бы все равно не прошли. Так смысл был в том, чтобы преподнести на блюдечке Путину, что вот новый Измаил, что вот мы тут новые суворовцы, вот мы победили. Ничего не вышло. И в общем бои идут уже с тех пор три дня. Операция тактического уровня, которая даже в случае успеха не изменила бы положение дела на фронте, но трансляция результатов настолько широко пошла, что превратили ее в очередную великую битву войны. И то не достигает никаких целей. Вот. Институт изучения войны прям так об этом и говорит, что геолоцированные данные не позволяют говорить ни о каком успехе русских войск. Продвижение там на 100-150 метров не оправдывает чудовищных потерь, собранных с большими трудностями отовсюду резервов. И поэтому битву эту называют крупнейшим поражением России в этом году в тактическом бою. Генштаб ВСУ довольно сдержанно оценивает результаты боя, но говорит, что группа Таврия мужественно держит оборону на Авдеевском направлении, где отбито более 10 атак за один день. Каждый день отбивают. Ну и, в общем, как бы все здесь хорошо. Визуальное подтверждение продвижения русских. Есть с обоих флангов примерно общей площадью. Они 2 квадратных километра освободили, захватили, оккупировали. Как это назвать? Смотря какую страну вы рассматриваете здесь. 2 квадратных километра? Ну это 2 километра. На самом деле это, например, 100 метров, 200 метров на 10 метров. Представляете? Я не знаю, это вообще ни о чем были там, наоборот. В общем, какая-то крошечная продвижение. Десятками метров оцениваемое реально. Институт изучения войны говорит, что русские якобы начали чему-то учиться, что они усвоили уроки, что они эффективнее используют средства радиоэлектронной борьбы, артиллерию, воздушную разведку, улучшили связь между подразделениями, вот говоря о наступлении на Авдику, что там они очень активно применяют авиацию. Друзья мои, ничего такого я вот, например, не вижу. Атакуют как под Уголидаром, атакуют как на Зиеловских высотах в 45-м. Абсолютно бестолково, как в Грозном в 93-м. Слушайте, ну какое это? Чему они тут научились? Авиацию применяют? Ну это Авдивка, она практически в Донецк втыкается, со трех сторон и так окружена. Туда летать самолетом, это не надо заходить ни в какую украинскую территорию, подвергаясь риску удару ПВО. Они очень комфортно подходят и сбрасывают. Конечно, там авиацию применяют. А где они еще могут применить? Только вот в такие вклинения они и могут ее бросать, где почти со всех сторон контролируемая Россией территория прикрывает самолет из суши. И то они все равно издали бросают свои бомбы и улетают прочь. Или может быть они продемонстрировали какое-то тактическое мастерство? То, что они ушли от тактики Вагнера и вернулись к своей дурацкой тактике под угледаром и потерпели такое же поражение. Какое это улучшение тактического рисунка боя? Я вам скажу, что разгонялось очень мощно. Ура, ура, что мы побеждаем, что Авдиевку окружают. Так вот, собственно, один из военных корреспондентов, он на это очень жестко отреагировал. Он так это сказал. А еще хотел сказать, что все те продажные крысы, типа подоляки и компании, которые пишут, что взят Авдиевский Терекон, они все нагло трындят. Бои идут на подступах, серьезные бои, но Авдиевский Терекон по-прежнему остается за силами противника. Хватит трындеть. От вашего трындежа одни проблемы, уроды, трах-та-тах-та-тах. Вот так вот. Ну и, понятное дело, там сплошной мат. Минус 34 танка, 91 БМ за один день благодаря наступлению, в кавычках, Российской Федерации на Авдиевку. Вот такой вот интегральный итог боев за несколько дней, за три дня. Хороший подарок Путину ко дню рождения. Новые эшелоны трупов, блин. Новые десятки коробочек горящих в боях под Авдиевкой. Я думаю, что ничего у них с Авдиевкой не получится. Но само по себе попытка интересная. Поражение, когда попытались чисто тактически срезать украинский выступ. Напоминает мне эту историю борьбы за Демянский выступ и потом Демянский котел. Потом немцы прорывали его обратно и опять был выступ. В общем, несколько лет Красная Армия на Калининском фронте не могла такое же вот укрепленное вклинение глубоко вглубь своей территории ликвидировать немецкое. Но в данном случае, слушайте, прошло столько лет, так воевать и не научились. В общем, украинскую армию с большой победой. Тактические победы. Но вот сейчас такая война идет. Очень важная. Пытались оттянуть украинские резервы, подав Дивку. Свои стратили. Ну, стратеги, чё? И все то же самое. К дате, к дню рождения, к юбилею. И очередные сотни и сотни двухсотых, трехсотых. Слава Украине! Храни вас Бог. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!